Также с главной страницы Сейчас я покажу вам случай Использования твердой мозговой оболочки Для лечения хирургического множественных рецессий К сожалению, на какие-то истории у нас уже времени не так много Поэтому я постараюсь больше уделить внимание материалу Может быть, следующая встреча будет такая более, конечно, развернутая в плане каких-то историй Исходная клиническая ситуация У данной пациентки рецессии Первого и второго класса по Миллеру Вот такая вот была исходная клиническая ситуация Использование твердой мозговой оболочки Скажем так, мы давно уже попробовали использовать твердую мозговую оболочку Для оперирования рецессий Использовать ее вместо свободных трансплантатов с неба Изначально, а первые такие операции были проведены Больше семи лет назад уже, могу сказать, на сегодня В чем была основная проблема? Твердая мозговая оболочка имеет достаточно высокую плотность И под ней образовывались отеки У большого количества пациентов И это было своего рода достаточно серьезным препятствием для популяризации данной методики Тогда мы решили перфорировать твердую мозговую оболочку Я по ходу демонстрации, да, вам фотографии расскажу вообще Предысторию подобных операций Мы решили ее перфорировать С какой целью? Первое, поскольку мы хорошо понимали, что отек образуется под мембраной А сосуды будут расти, в том числе и от лоскута В следствии от косничного Мы решили сохранить функции мембраны как таковой Или кератопластического материала Но обеспечить диффузию эксудата в обе стороны беспрепятственно Для того, чтобы с одной стороны провести профилактику отека Это измерение глубины рецессии Толщины кератинзированной десны Ширины кератинзированной десны и так далее И других параметров, которые нам нужны Для оценки результата Это операция по методике Джованни Зуккелли Это ротированный лоскут И что у нас в итоге получилось При перфорировании твердой мозговой оболочки Она стала действительно сохранять все свои свойства И кератопластические в том числе А отеки в принципе ушли Бывает, конечно, встречается полпроцента пациентов Которые просто более реактивны по разным причинам Либо у них аллергический статус выше Или у них есть в анамнезе или бронхостатус Или какие-то аллергические заболевания Атопии и прочее В общем, есть полпроцента реактивных пациентов В которых возникают, бывают, небольшие отеки Но вот в том виде, в котором они были раньше Конечно, их в принципе нет на сегодня Что позволяет твердая мозговая оболочка? Она позволяет оперировать множественные рецессии целыми сегментами К форме выпуска, скажем, там есть форма выпуска Один на один, самые маленькие для одиночественных рецессий Два на два, два на три, три на три, четыре на четыре сантиметра Как известно, золотым стандартом для хирургического лечения множественных рецессий Является использование свободного трансплантата с НЕБА Для закрытия рецессий К сожалению, подобная операция создает, во-первых, второе операционное поле Это дополнительная травма Это дополнительные осложнения, которые могут быть И, конечно же, мы не можем взять трансплантат такого размера А бывают отдельные пациенты, у которых, в принципе, его и не взять Потому что у них биотик десны, соответственно, такой О, вернее, да, не десны, а НЕБА Итак, мы выполняем перфорирование в сухом виде Мы моделируем твердую мозговую оболочку Ее перфорируем парадонтальным зондом Ну, вот, как вы видите, на расстоянии где-то 5 мм Наша задача сделать вот такое вот решето, я не знаю, по-другому не сказать И мы ее затем фиксируем несколькими способами В данном конкретном случае мы заправили ее в лоскут Значит, у нас и зафиксировали ее в области хирургических сосочков Сейчас дальше я это покажу Фиксация мембраны твердой мозговой оболочки в области хирургических сосочков В эпикальной части мы ее ничем не фиксируем Мы ее просто заправляем в лоскут Вот мы выполнили фиксацию твердой мозговой оболочки Дальше мы свели края раны Тут все делается, в общем, тоже по зукеле Как вы видите Швы используются резорбируемые для фиксации твердой мозговой оболочки И нерезорбируемые для фиксации слизистонткосничного лоскута Пациентку мы это отпустили И спустя три месяца мы пригласили ее для контрольного осмотра Что мы видим на данных снимках? Мы видим, во-первых, хирургические сосочки Которые у нас были сформированы И они постепенно превращаются в анатомические сосочки Мы видим в опекальной части Достаточно хороший объем ткани То есть визуально заметно, что толщина Диснея увеличилась Мы видим, что уже произошла ее кератинизация Достаточно давно, естественно О чем свидетельствует Вот такая вот текстура мягкой ткани И произошло увеличение объема Поэтому толщина и ширина кератинизированной Диснея у нас увеличились По поводу результатов могу сказать следующее Что использование твердой мозговой оболочки Позволяет нам увеличивать толщину кератинизированной Диснея От 0,7 до 1,5 мм Что сопоставимо с использованием свободного Дисневого трансплантата Теперь посмотрим картину в первом сегменте Поскольку у этой пациентки было две операции Ну, в общем, картина достаточно аналогичная Мы также здесь измерили толщину и ширину кератинизированной Диснея Значит, откуда берутся такие цифры результатов От 0,7 до 1,5 мм На самом деле это определяется тем Что в норме, в височных долях В области височных долей головного мозга Толщина твердой мозговой оболочки Она больше А в области лобной, теменной и затылочной долей головного мозга Она тоньше Поэтому на сегодня уже парадонтологи Кто оперирует рецессией Они нам сразу говорят Дайте нам, пожалуйста, потолще И мы легко подбираем им необходимый материал Значит, что мы делали с поверхностью корней Это ЭДТА Гель Для того, чтобы удалить весь бесклеточный инфицированный цемент И затем, после проведения скалинга и рутплейнинга Полностью заполировать поверхность корня зуба Чтобы бактерии к нему вообще не липли Скалинга и рутплейнинг был проведен В втором сегменте делается, на самом деле, точно по такому же протоколу На снимках этого не было Дальше мы взяли также твердую мозговую оболочку Ее проперфорировали зондом парадонтальным В данном случае мы ее гидротировали И зафиксировали в области хирургических сосочков Также в области рецессии На сегодня есть уже результаты 6-7 летней давности отдаленные По использованию твердой мозговой оболочки Ведется достаточно обширная научная работа Мы подтверждаем в рамках лабораторных исследований Что часть ее превращается все-таки в кость А часть в десну Что и обеспечивает поддержку в дальнейшем И очень стабильный клинический результат Значит, операционное поле мы зафиксировали швами Наложили швы И теперь мы уже смотрим клинический результат Спустя 2,6 месяцев Соответственно, в первом и втором сегментах Значит Ну, объем, как мы видим, у нас появился Вот темные это еще швы Да, не забившиеся Ну и здесь, конечно, объем десны получился больше Поэтому вот это образование анатомических сосочков Оно более длительное Соответственно, результат через 4,8 месяцев Это через 4 месяца Оно наоборот, точнее, да Извините, это через 8 месяцев Да, правильно, через 4 месяца А это через 8 Ну, на вот этих промежуточных результатах Я не буду подробно останавливаться Сейчас мы подойдем уже к финальному этапу Это закрытие вот этих клиновидных дефектов И пришеек Вы на сайте также найдете случаи Где существует все-таки два мнения Что имеет смысл это делать до полного закрытия рецессии Или после Вот такой вот результат мы получили И финальная реставрация клиновидных дефектов Значит, ну видно, да Что объем десны нам удалось создать Это кератинизированная десна У нас восстановились, соответственно, сосочки Межзубные И получился хороший объем кератинизированной десны Поэтому твердую мозговую оболочку Вот на сегодня все-таки Как одно из способов применения Вот вы найдете здесь, смотри, также И другие операции устранения рецессии десны Под ортопедическими конструкциями Или в области зубов С использованием твердой мозговой оболочки Так, секундочку Проверим, что здесь Здесь все в порядке И идем дальше Ну и я еще раз покажу исходную ситуацию Чтобы было понятно, с чего мы начинали Поэтому результат на самом деле отличный Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...